Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, Арина Леонидовна. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, несмотря на очень насыщенный, серьезный график. Во-первых, новый сезон начался в 88-й по счету. Во-вторых, грядет очень масштабное, серьезное мероприятие под названием «Образцов фест». Очень хочется узнать обо всем, сколько получится, не знаю, подробнее или нет, но с чего бы вам хотелось начать? Ну, давайте начнем с фестиваля, раз уже мы к нему подошли. Значит, этот фестиваль у нас девятый международный фестиваль театров кукол имени Сергея Владимировича Образцова. Ведь история этого фестиваля очень интересная. В 2001 году, когда мировое сообщество кукольников предложило в честь столетия нашего создателя Сергея Владимировича Образцова провести в Москве на территории театра первый международный фестиваль, это было очень масштабное мероприятие, куда приехали кукольники, руководители своих отделений. Существует такой международный союз кукольников, УНИМА, и в каждой стране существуют свои отделения этих кукольников. Приехали руководители, приехали режиссеры, актеры, и приехали, естественно, спектакли, которые были показаны. Это было масштабное мероприятие, встречи, дискуссии, круглые столы, и, казалось бы, это как бы закроется. Ну, такая разовая акция. То есть какая-то разовая история абсолютно. Но оказалось, что всё не так просто. После этого это мероприятие вызвало огромный резонанс среди театрального сообщества, мы же театр, театрального сообщества, и в рамках так называемых бьеннале раз в два года мы начали проводить эти фестивали. Разный формат был. Естественно, международные фестивали, но иногда в этих фестивалях принимали участие наши республики, наши бывшие республики, иногда, иногда принимали российские театры тоже участие в этом фестивале. Но затем мы как бы стали ограничиваться. Если международный фестиваль, то это приезжают только другие страны. Но желание у региональных театров и у театров очень было велико. И в прошлом году мы впервые в Москве, и я думаю, что впервые в России провели, в рамках бренда международный фестиваль, но мы номер не присваивали, но это уже бренд, международный фестиваль театров кукол Сергея Абрасова. Мы провели фестиваль региональных театров. Заявок было огромное количество. Но так как мы были ограничены временем, все-таки за 8 дней мы показали 20 театров. Ну, это много. Да, это было много. У нас же три площадки в театре. Это было не просто много, это было очень насыщенно с утра и до позднего вечера, потому что в рамках еще этого фестиваля мы проводили конференцию режиссеров. Не только региональных театров, но конференцию режиссеров, желающих принять участие в этой конференции. Это большая программа Министерства культуры, программа поддержки региональных театров. То есть все было насыщенно. И хочу сказать, что результат превзошел все ожидания, потому что были очень острые дискуссии. Не так просто живется театром кукол в регионах. Наверное, сложнее, чем драматическим театром. Да, я всегда говорю, что театры кукол в регионах находятся в зоне риска. Их собирают все время, их с кем-то хотят соединить, присоединить, ограничить дни показа, время показа. Что весьма обидно, потому что, как я всегда говорю, ребенок свое знакомство с этим миром начинает с куклы. И поэтому язык куклы ему очень понятен. А ведь действительно так. И в этом году мы решили провести фестиваль театров кукол стран ближнего зарубежья. Такого фестиваля тоже никогда не было. Но мы угадали вдруг такую вещь, как мы не знали. Мы задумали это в прошлом году. Оказалось, этот год объявлен годом культуры стран СНГ. И вот в результате тоже жесткого отбора. У нас экспертный совет существует, потому что у нас очень хорошие кукольники. Да, вот я видела информацию, извините, что перебиваю, до 15 апреля текущего года принимались заявки. Да, мы принимали заявки, потом были слезы, были какие-то, кто-то не успевал. У кого-то премьера выходила только в июне. Мы посмотрели очень много спектаклей. Ну и сделали отбор спектаклей, которые будут показываться у нас с 5 по 13 октября. Я хочу сказать, например, Белоруссия. Мы выбрали 4 спектакля из Белоруссии. Да, там и Минский театр представлен, и Брестский, и Могилёв, и ещё какой-то. Там замечательные режиссёры, Жужда, Янушкевич. Это уже бренды. Эти фамилии стали брендовыми. Их приглашают по всей России, они ставят спектакли. У нас два спектакля из Казахстана. У нас спектакли из Киргизии, из Молдавии. Узбекистан. Да, Армения. Армения. Азербайджан. Азербайджан. Да, замечательный спектакль. И самое главное, что мы видели ролики, мы видели не только ролики, нам присылали полную версию, замечательные куклы. Но у нас будут и гости. И я хочу сказать, что гости, за исключением Луганска и Донецка, которые мы пригласили их сами, причём Луганский государственный академический театр кукол, и Луганский тоже государственный академический театр кукол, они приедут к нам по нашему приглашению. А два театра попросились, захотели принять участие в качестве гостей. Один из них нам очень знаком, это театр из Испании, из Гранады. Там уникальный кукольник Марио Ланца. Не Марио Ланца, я сказала, Энрико Ланца. Марио Ланца, это несколько другое. Энрико Ланца, который работает с куклами абсолютно разных размеров. У него есть куклы 5-6 метров. Его куклы работают в опере с настоящими симфоническими оркестрами. Уникальный кукольник. И когда он нам предложил, а он нам предложил спектакль «Петя и Волк» по Прокофьеву. Удивительно. Этот спектакль мы приняли, мы посмотрели, нам очень понравилось. И в результате мы поставили один спектакль, а теперь оказалось, что мы два спектакля играем. Потому что у нас народ очень музыкальный, знающий. Все знают, что такое Петя и Волк Прокофьева. Мы будем играть, будет наш актер помогать. Они попросили, потому что у Прокофьева, его опере, был текст, который он написал. Поэтому он будет произносить текст, который написал Прокофьев. И это очень интересная и красивая история. И дальше знаменитейший режиссер, кукольник из Эстонии, тоже к нам попросился. Это русский театр кукол в Эстонии есть. Русский театр кукол в Таллине. И мы, конечно, сказали да. И вот у нас вот такие будут гости. То есть Донецк, Луганск, Таллинн и Гранада. Это будут гости. Но они будут показывать свои спектакли в рамках нашего фестиваля. И будут точно так же награждены нашим почетным призом. У нас все получают наш почетный приз за участие. Да, потому что очень важно сказать, что это не конкурсная история. Вы знаете, мы никогда не делаем конкурсную историю. Потому что это странная история. Если проводить в рамках такого короткого фестиваля одним показом и делать это как конкурс, тогда надо собирать огромные жюри, которые будут сидеть еще часами и обсуждать. А до этого надо еще пообщаться и поговорить. А почему вот такой спектакль? Например, спектакль, который привозит Жужда, это Чехов Чайка. Фантастический. Он всегда берет серьезные классические пьесы. Мы видели на других фестивалях. Мы видели его Шиллера, мы видели Шекспира, Ромео Джульетта. У него прекрасно работают актеры. Но у него так актеры-кукла. Что для меня, например, я очень долго работала в драме. Поэтому я, когда пришла в театр кукол, мне захотелось, что главное это все-таки была кукла. Но, тем не менее, у нас тоже сегодня есть спектакли, где работает актер у куклы. Но работает, когда кукла переходит в актера, актер переходит в куклу. Это тоже очень интересное решение, которое предложено нашим главным режиссером, Борисом Константиновым. И хочу сказать, что спектакль поставлен Екатериной Образцовой уже много лет назад «Путешествие Гулливера». Там тоже такая же история. А спектакль поставлен Сергеем Владимировичем Образцовым «Божественной комедии». Там, в принципе, присутствует создатель в облике человека. Но он создает по своему подобию кукол. Когда это все оправдано, это интересно. Поэтому я думаю, что этот фестиваль должен вызвать интерес. Это знакомство с совершенно другим театром кукол. Потому что в каждый спектакль, естественно, привнесено что-то национальное. Но кукла есть кукла. И если ей ребенок или взрослый, который приходит вместе с ребенком, или приходит на взрослый спектакль, на «Чайку» или «Пансион Бельведер», например, пожилых людей в доме престарелых, и зритель верит, значит, все удалось, значит, кукла у нас ожила в руках артистов, которые привезли ее. Ирина Леонидовна, мы сейчас прервемся ненадолго. Друзья, оставайтесь с нами. Очень скоро продолжим общение с нашей гостьей. Программа «Лучшее в стране» продолжается. Друзья, у нас сегодня директор Государственного академического центрального театра кукол Сергея Образцова, Ирина Леонидовна Корчевникова. Мы продолжаем с Ирины Леонидовны рассказывать вам о девятом международном фестивале театров кукол, именно Образцова, который посвящен Году культуры и Сотружества независимых государств. С 5 по 14 октября. Правильно, Лена, все пройдет. Очень интересные представлены здесь театры. Великие громкие имена приедут, как сказала Леонидовна. Что касается программ, она есть на сайте. Правильно? Да, она есть на сайте. И я еще хочу добавить просто, что в рамках этого фестиваля у нас тоже пройдет конференция, которая будет называться «Режиссер и художник». И еще раз хочу акцентировать внимание на то, что и фестиваль поддержан Министерством культуры, и программа, которая поддержки региональных театров тоже поддержана Минкультом. Потому что иначе невозможно справиться своими собственными средствами, справиться было бы невозможно. Пусть это даже частично, не в полном, естественно, объеме, но тем не менее, слава богу, мы работаем, и мы можем себе позволить такую роскошь, как все-таки немножко своих средств добавить к тому, что дает Министерство культуры. Но конференция, в ней примут участие, естественно, еще режиссеры из регионов, которые приедут, и художники, в дополнение к тем, кто приезжает представлять спектакли. То есть у нас будет огромное количество народа. И у нас будут два или три дня, когда единовременно будет порядка ста человек. А при этом зритель, он может оказаться на этой конференции? Или это все-таки история касательно только кукольников, профессионалов? Конечно, которая касается кукольников. Просто очень часто кукольники, например, московские или из Подмосковья приходят на эти конференции, потому что им это интересно. И мы, естественно, всегда принимаем. У нас же сегодня в театре три сцены, и мы можем себе это позволить. У нас есть площади, которые позволяют принять большое количество людей. Иногда мы проводим конференцию в нашей так называемой круглой аудитории, в доме, который задумал Сергей Владимирович, он не успел в нем поработать, где мы открыли третью сцену, так называемую для малышей на 45 мест. И мы можем на малой сцене, где у нас 210 мест. Это сцена, которая была очень любима, образцовым. Он ее создал, в общем, по подобию той, из которой он выехал с Маяковки, когда его, собственно, с Маяковки, с этого знакового места, которое перевели в этот дом, временно. Но оказалось, ничего нет более постоянного, чем временно. И плюс большая сцена, которая тоже была им задумана, на 465 мест. Она была почти 500. Но мы поменяли кресло, все поменялись немножко. Нормы, которые задают сегодня нам пожарные. И поэтому кресел стало меньше, они стали удобнее, трансформируемы. То есть ребенка можно посадить спокойно на это кресло, он будет все видеть. Поэтому мы можем принять. Не просто. Мы их разводим, конечно. А потом нам надо еще обеспечить их как бы и питанием. Поэтому мы тоже это разводим. У нас все получается. Пока получалось. То есть все фестивальные спектакли, они одновременно могут проходить в разных залах? Да, в трех залах. Да, поэтому мы и берем большое количество спектаклей. Получается у нас. Декорации, куклы, гостей фестиваля, участников фестиваля, где они будут храниться? Участники фестиваля размещаются в гостинице. Вот только что прошел конкурс и решен вопрос с гостиницей, которая недалеко от нас. Гостиница Славянская, слава богу, приняла участие в конкурсе. Это тоже немаловажно, чтобы они пешком могли перемещаться, отдохнуть, репетиться и так далее. Посмотреть немножко Москву, близлежащие парки. А декорация костюма все у нас размещается. Вы знаете, Образцов, он же гений, сегодня можем мы это сказать. Когда он получил этот дом, не совсем театральный, хотя когда-то там оперную студию собирались строить Станиславского и так далее, он был не совсем театральный. Он его начал превращать в театральный дом, потому что он понимал. И хоть ему и сказали, что мы вас потом вернем, он понимал, что нет возврата, на то место не будет. Ну и правда, через несколько лет тот дом снесли просто и все. И он начал строить театр. Когда я пришла в этот театр и вошла на сцену, я была поражена. Я увидела развитую сцену, как в драме. Она немножко меньше по размеру, чем драматические сцены. Но тем не менее, там есть карманы, там есть складские помещения, там есть танкетные подъемы, софиты. Там даже есть подъем на пускные площадки, там есть галереи. Все же думают, что театр кукол. Извините. Так жаргон немножко. Две палки, три тряпки, пальчика два сыграли, быстренько забыли. Нет. Мы когда едем на гастроли, и когда нам задают вопросы, мы начинаем составлять документацию по гастролям, сколько у вас будет, особенно на длительные гастроли, которые сейчас также по программе Министерства культуры называется «Большие гастроли». И вернулась ситуация советского времени, когда выезжали на 2-3 недели театра. Это замечательно, и регионы знакомятся с лучшими спектаклями, лучших театров, которые существуют в России, не только федеральных, но и муниципальных, и региональных. Программа расширяется, и когда мы едем, и мы говорим, 45 человек, а иногда и 50, все зависит от репертуара. Как представить себе это очень сложно. На самом деле спектакль очень насыщенный. Труппа у нас не такая большая по сравнению с драмой, хотя сегодня и драма имеет такие трупы, 70. У нас 60 человек. Это много. Да, но для театра кукол это не так много. Куклу ведут 2-3 человека иногда. Вот так. И вы, когда вы придете на спектакль, на который вас приглашает урандот, и вы будете задавать себе вопрос, как это получается, трудно себе представить, как это получается. И это спектакль, и мы много населенные по актерам, и по постановочной части, потому что постановочная часть все время находится на сцене и помогает в проведении спектакля. Это очень трудное дело. Куклы. Куклы очень трудное дело, и актерская профессия тоже здесь очень сложна, и я читала не раз, что гораздо сложнее, чем драматические актеры. Я вам хочу сказать, да. Потому что у драматического есть и мимика, и движение, и все, а здесь только кукла. И вот знаками... Через куклу. Через куклу. Через свои руки, через свои эмоции, через свои чувства, как Станиславский говорил, жить собственными чувствами, эмоциями. Творческая природа та же самая, но они еще через эти руки передают это все кукле. Почему иногда говорят, ой, актер похож на эту куклу. Он же здесь, внизу, практически делает то, что он делал бы, наверное, если бы он вышел перед Ширмой. Но это гораздо сложнее. Надо же, чтобы те, кто сидят напротив, поверили тому, что происходит здесь, на Ширме. А сегодня очень много есть спектаклей, где Ширмы нет. У нас есть спектакль по Маркесу для взрослых, Старый сеньор И. По новеллам Маркеса. В черном кабинете вы актеров не видите. Вы видите только куклы. Которые ведут четыре актера. И вы знаете, впервые за многие годы эти четыре актера, которых никто не видит, получили маску. Ну, это прекрасно. Это очень заслуженно. У нас вообще появились масочные спектакли. Ну, кукольники, в общем, сегодня не обделены вниманием. В маске есть даже номинация. Единственное, я считаю, и всегда говорю о том, что надо как в драме сделать малые формы и большая формы. Потому что сегодня многие театры представляют большую форму. Опять-таки, если вы придете к нам на Турандот или на Дон Кихот или на спектакли, ну, необыкновенный концерт, спектакли Абрасовский, вы увидите, что это спектакли большой формы. Это двухчасовые спектакли с антрактом. Но самое главное, что все пространство сцены нашей, у нас не такие маленькие сцены, занято. Кроме вот малые сцены. Ох, у нас небольшая пауза, друзья, оставайтесь с нами, потому что после нее мы посмотрим видео, и это будут фрагменты, я так понимаю, прошлогоднего фестиваля. Нет. Образцов спектаклей просто. Спектакли сегодняшнего фестиваля. Замечательно. Замечательно. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Ирина Леонидовна Корчевникова сегодня в гостях директора Государственного Академического Центрального Театра «Кукол» Сергея Образцова, заслуженный работник культуры России. С 5 по 14 октября, друзья, мы с вами отправляемся на 9-й международный фестиваль театров «Кукол» имени Образцова, посвященный Году культуры в Сотружестве Независимых Государств. Очень много интересных гостей, участников фестиваля, как раз из стран Содружества. И будут даже гости из Испании, из Эстонии. Сейчас хочу обратить ваше внимание на экраны, потому что мы с вами просмотрим как раз фрагменты спектаклей участников. Звук нам тоже включите, пожалуйста. Это участники как раз предстоящего 9-го фестиваля, правильно, Евгения? Ну вот, я думаю, что сейчас многие смотрят, а где же куклы? Человек, актер, находится на сцене. Но будет взаимодействие, значит, конечно, с куклами. Да, естественно. Но, например, театры, азиатские, будем говорить, театры, Казахстан, Киргизия, у них маски. Ах, вот она. Да, у них маски. И я хочу сказать, что Казахстан представляет айтматовское представление, дольше века длится день. А это как раз Петя и Волк. То, что при живом оркестре, то, что граната из Испании. Петя и Волк. Это куклы. При этом ощущение, что это компьютерная графика какая-то. Нет, нет, куклы, которые сзади актеры ведут, эти куклы. Просто это опять-таки черный кабинет. А и живой оркестр. И живой оркестр приедет тоже? Нет, нет. У них на 5, на 7, на 10, у нас будет 5 человек. Ясно. Так что... Так, ну это... Это крылатый по Маркису. Из Армении крылатый. У нас свой спектакль есть по Маркису, там тоже крылатый. Но только у нас настоящая кукла. Здесь как бы и куклы, и актеры. Как интересно будет сравнить зрителям, которые видели театр образцового, вариант спектакля, и здесь новый. Вот, пожалуйста. А это рука? Две? Сразу даже не разберем, что это такое. Это уже спектакли для маленьких. Понятные спектакли для маленьких. Вот, пожалуйста, полностью кукольные спектакли. Музыкальные, между прочим. Полностью кукольные спектакли. Это спектакль как раз то, о чём я говорила. Значит, Чайка Жужба, где у него и куклы, и люди. А есть замечательный спектакль привозит Донецкий театр, «Аладдин». Все билеты раскоплены. Уже? Да. Спектакли по-разному продаются на фестивалях. И я всегда говорю, мы аншлагов неожидаем, но вдруг неожиданно для нас «Аладдин Донецк». Потому что там прекрасные куклы. Даже, судя по фотографиям, судя даже по ролику, очень-очень хорошие куклы. А куклы... Вот, пожалуйста, это как раз «Аладдин Донецкого театра». Видите, какие куклы? Слышите, да. Это прям мультик настоящий. Это всё куклы. Красивые куклы. Да, очень хорошие куклы. У нас есть свой спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Но, тем не менее, мы... А это спектакль Луганского театра. Библейский сюжет. «Бык, звезда и осёл». Библейский сюжет. Да, это уже пошёл повтор. Мы это уже посмотрели. Это уже посмотрели. Ирина Леонидовна, ну, удивительно для меня, что вы каждый спектакль узнаёте и знаете. Ну, приходится. Приходится. Работа такая, да, что называется. Скажите мне, пожалуйста, 8 лет вы уже в Театре Образцова, да, возглавляете. Да. Огромное количество дел переделано вами, и есть эта вся информация в интернете. Очень-очень много хороших, больших и значимых для Театра дел. А что касается публики, Релина, да вы наблюдаете, не знаю, увеличение зрителей, количество зрителей, может быть, уменьшение, может быть, омоложение. Есть вот по вашим наблюдениям какие-то выводы. Но дело всё в том, что перед нами задача поставлена, перед всеми театрами. И мы должны следовать этой задаче, даже если не всегда это удаётся. Как сказала однажды на коллегии Министерства культуры, куда обычно нас приглашают, как Валерий Владимирович Фокин, режиссёр, главный режиссёр Александринки, замечательный режиссёр, реформатор, потрясающий режиссёр, он когда-то как-то сказал на коллегии, что, обращаясь в адрес коллегиатов, те, кто там сидят, сказал, что вы прекрасно знаете, что иногда признанные шедевры не собирают зрительный зал. Это ведь правда, это мы знаем. Но, тем не менее, мы стараемся. Мы делаем определённые финансовые вложения в рекламу, и это делают все театры, выхода нет. Нет, реклама сегодня не самое такое, будем говорить, с одной стороны, это выгодное вложение, потому что благодаря рекламе, по крайней мере, знают о театре. С другой стороны, с нами мало кто считается, реклама дорожает. Любая. Пусть это будет небольшая газета, или пусть это будет радио, телевидение, это совершенно немыслимо для нас, например. Ну, вот вы в студии телеканала. Могу сказать точно, что здесь никакого финансирования нет, и не могло быть абсолютно. Но я имею в виду рекламу, которая там крутится. Ролики, я понимаю. Ролики 5-6 раздель. Но, тем не менее, зрителей стало гораздо больше. Всё, что касается детского репертуара, даже не обсуждается. Очень хорошо. У нас, будем говорить, процент посещаемости 82-85%. Это очень хорошо. Это очень хорошо тем более, что дети сейчас на мультфильмах сидят, на компьютерных игрушках. Вот это вот. Об этом я хочу сказать. У нас есть проблема со взрослыми спектаклями, которые замечательные. То есть зритель, когда он приходит на эти спектакли, потом они, зал встаёт, и аплодирует, и кричит «Браво!» и так далее. Но у всех вот как-то вот что-то щёлкает, что куклы — это дети. Потихоньку, потихоньку, когда мы создаём такие спектакли, как «Турандот», «Безумный день женитьбы Фигаро», «Дон Кихот», «Старый сеньор», потихоньку молва идёт, зрители приходят. Прибавляется, прибавляется. Но это проблема есть. У Сергея Владимировича было очень много взрослых спектаклей, и всегда стоял ночью, люди записывались для того, чтобы попасть на эти спектакли. Но у него это было несколько... Такая ирония по поводу чего-то, по поводу Голливуда, по поводу телевидения, по поводу там Дон Жуан, где у него Дон Жуан был похож на Боярского, в то время очень популярного, и сейчас популярного артиста, но тогда это только что мушкетёры появились и так далее. И всегда это было смешно и интересно. Сегодня мы берём серьёзную драматургию и говорим, а куклы готовы и это делать, и делают это здорово. Я всегда говорю, что кукольный театр или театр кукол, это тот же драматический театр, только способ воплощения кукла. Это на самом деле безумно тяжёлый труд и очень интересное искусство, ведь в театре кукол даже репетиционный процесс отличается от драмы. Драма берут пьесу, сначала за столом разбирают, потом в репетиционном зале в репетиционных костюмах, потом начинают там что-то такое, и на сцену выходят уже практически разогретые, как говорят, да? Кукла по-другому. Пока куклу в руки не возьмёт актёр, ну, можно за столом немножко поработать что-то, но нужна кукла. Не случайно, когда куклу делают мастера, актёры приходят в мастерские, и куклу... И присутствуют во время процесса создания. Куклу они её присваивают, они начинают её обживать и с мастерами разговаривают, обживают две руки, хотя у нас тростевая кукла, но актёр должен её видеть, её выражение лица. Кукла-лицо, да. Понимаете, не просто это лицо. Он должен это всё видеть, должен это всё чувствовать и понимать. Голос должен соответствовать тому облику, который... Это очень тяжёлый труд. Как вы невероятно интересно рассказываете. И самое главное, дичайшее желание появляется обязательно и срочно отправиться в театр кукол Сергея Борозцова. У нас короткая музыкальная пауза. Скоро вернёмся. Продолжается программа, друзья. Продолжается мой разговор с Ириной Леонидовной Корщевниковой, с директором государственного академического центрального театра кукол Сергея Борозцова. Пока вы смотрели клип, слушали песню, мы с Ириной Леонидовной говорили о создании кукол, опять-таки о взаимодействии кукол и актёров-кукольников. И я очень хочу попросить Ирину Леонидовну рассказать про художественно-производственные мастерские, которые в театре. Да. Собственно, о производстве кукол. Ведь каждый новый спектакль — это куклы, которые появляются там же, в стенах театра, но в мастерских. Они появляются в стенах театра, они появляются в мастерских театрах, которые считаются одними из самых лучших в России. Вы себе не представляете, сколько у нас звонков, сколько у нас просьб, но мы не можем их исполнить, потому что у нас... А звонки из театров региональных, я так понимаю? Или от родителей детей, извините. Нет, нет. От региональных театров, от актёров, которые выходят на сцену и работают иногда моноспектакли, но кукла присутствует. От драматических театров, где стало очень модно куклу вводить в спектакль. Но мы, к сожалению, не можем реализовать все эти заявки, потому что очень насыщенно работают мастерские. Вы видите, когда вы приходите в театр, вы видите только как бы может быть воочию на спектакле ну 20 кукол. Вы читаете программку, вы видите 20 персонажей. А реально это может оказаться 60 кукол. Потому что только в куклах, возможно, там туда ушёл, а здесь тут же появился. Или здесь он пропал в тартарары, а там он вдруг появился на небе. Только в театре кукол. Поэтому и все куклы делают наши мастера. Это очень... Мало того, что они не просто делают куклу, они продумывают по желанию режиссёра механизм, с помощью которого будут двигаться какие-то части тела, включая лицевую мимнику. Кроме всего прочего, они обшивают эту куклу сами. У нас есть пошивочный цех, но у нас пошивочный цех чаще всего работает... С актерами. Если есть, да, живой план, так называемый, или одежда сцены. Но иногда очень трудные платья, если кукла большая, тоже шьёт пошивочный цех. А так сами мастерицы. То есть кукла выходит, как говорят, от двери до двери, да? Да. То есть вот она берёт папье-маше, бумагу, всё готовит сама. Делает куклу, вырезает головку и так далее. И дальше она её одевает. А придумывает мастер или всё-таки режиссёр? Придумывают два человека. Режиссёр и художник, как в любом театре. Мало того, что существуют эскизы декораций, эскизы кукол. И это очень трудно, потому что можно нарисовать красиво, а потом надо выверить габариты и так далее. Замечательные художники, такие как Виктор Леонидович Платонов или Виктор Леонидович Никоненко, знаковые для театра кукол, они приносят материал от изобразительного момента до чертежей габаритных. Они очень хорошо чувствуют и знают куклу. Но у нас есть и свои конструкторы, потому что есть замечательные художники, которые прекрасно рисуют и чувствуют объем. Но все это и наши конструкторы помогают сделать габарит той или иной куклы. Это очень трудно. А механизм придумать? Механизм же должен быть такой удобный, чтобы пять пальчиков. Ты же две руки туда не всунешь? Две руки туда, чтобы делать. Или чтобы были трости очень удобные. У нас только две руки, но с помощью этих тростей надо сделать так, чтобы можно было и ладошкой двигать, и еще какими-то суставами. Ну, в общем, работа интересная, огромная. И вы знаете, у нас мастера работают по много лет в театре, и приходит молодежь. Молодежь мы даем испытательный срок, и мы видим, получается или нет. И хочу сказать, что в последние годы молодежь остается. У нас очень много молодежи. Они получают такое удовольствие от этого. Я не говорю уже о том, что мы наше фойе с помощью наших молодых художников превращаем тоже, например, на третьей сцене это были пустые стены. Ну, фотографии мы повесили. А теперь они разрисовали эти стены там нашими персонажами, нашими какими-то элементами декораций. А у нас же еще прекрасный музей. Музей, конечно, которому уже много лет. 80 лет. И мы... Тысячи экспонатов. Более, больше. Да, там... У нас, я так думаю, что кукольный фонд свыше 6 тысяч насчитывает, но есть же еще... Это же музей. Там есть рукописный фонд. И мы сейчас музей обновили. Мы пошли как бы по линии наименьшего сопротивления, потому что когда мы предложили, чтобы нам какую-то концепцию сделали, ну, естественно, художники есть, специалисты, которые работают в музейном деле, ну, они так предложили все снести, новые витрины, новое все, и это вылилось в огромную цифру, которую, ну, поднять сегодня невозможно. У нас есть куда использовать наши средства. И мы пошли по линии наименьшего сопротивления. Те витрины, которые были, мы их привели в порядок. Мы немножко поменяли их внутренний вид и внешний, привели в порядок. И мы создали музей. То есть раньше куклы там висели, вот как я говорю, куклы-вешене. Потрясающие куклы. Сейчас есть какая-то концепция. Есть потрясающий образцовский угол, по которому видно, с чего он начинал, как он сам эти куклы делал. Дальше идёт его учителя. То есть как бы это были учителя, будем говорить, виртуальные, да. Он с ними, может быть, рядом и не работал, но он наблюдал, он был свидетелем их деятельности. А дальше спектакли, которые он создавал. И куклы, и как это всё, ну, выстроили немножко в хронологии. И дальше огромное место занимают подарки, которые дарили театры на гастролях, когда театр выезжал. Но очень многие вещи приобретались театром. И поэтому музей представляет собой такое... Наш музей – это наше лицо, наша жизнь. И плюс ещё европейское искусство представлено. Очень также замечательные вертепы у нас есть. Причём есть один копийный вертеп, украинский, хочу сказать, копийный вертеп, большой, хороший. Но есть четыре настоящих вертепа зарубежных с прекрасными куклами. И дальше есть небольшая такая экспозиционная витрина, которая показывает театр теней. Это не наше искусство. Это искусство индонезийское, предположим. Но тем не менее, как это сделано, как наш музей превратил это всё в спектакль. И сегодня, когда наши зрители приходят в музей, а наши зрители все могут прийти в музей перед спектаклем, бесплатно, никакой платы. Это замечательно. Они имеют возможность прийти, посмотреть. И они удивлены. Они не понимают, кукла живёт в этих витринах. Но у нас в музее есть и экскурсия. Ирина Леонидовна, я прошу прощения, прерваться нужно просто необходимо, опять ненадолго, но мы продолжим общаться. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Ирина Леонидовна Корчевникова сегодня у нас в гостях. Директор Государственного академического Центрального театра «Кукол» Сергея Образцова. 88-й сезон начался в сентябре этого года. Что нового нам предлагает театр, Ирина Леонидовна? Может быть, на что стоит в первую очередь отправиться тем людям, которые либо ни разу не были в театре «Кукол», либо давненько не были? Ну, у нас все замечательные спектакли. Но я расскажу о премьерах. Театр живет премьерами, театр все-таки живет и гастролями, потому что познакомиться с искусством нашего театра нам хочется и другие регионы, и другие страны. И регионам хочется познакомиться, конечно. Я расскажу немножко о премьерах. Значит, ближайшие премьеры, к сожалению, они все произойдут в декабре, просто раздвинуты будут по датам. У нас на большой сцене будет спектакль «Барон Мюнхгаузен» в постановке Екатерины Амрасовой, режиссера-постановщика, заслуженной артистки Российской Федерации по совместительству внучки Сергея Владимировича. У нас идет очень много ее спектаклей. Она очень интересный режиссер-постановщик, который всегда работает замечательным художником, главным художником нашего театра, Сергеем Александровичем Алимовым. У него масса регалий. Народный художник, академик, лауреат государственных премий, московских премий. Потрясающие куклы делает изобразительную сторону. Дальше на малой сцене у нас будет спектакль по любимой сказке детей «Золушка». У нас уже была одна «Золушка», но тем не менее мы решили все-таки, что надо на малой сцене сделать спектакль «Золушка». Хочу сказать, что адаптирован текст для нашего театра режиссером спектакля Андреем Лучиным. Ему показалось, что надо как-то, при том, что все персонажи сохраняются, но немножечко привнести, может быть, какой-то новизны в этот сюжет, потому что... Интересно, как вы это сделали. Да, это делает. И там он работает тоже давно уже, замечательной художницей Лизой Дворкиной, заслуженным художником России. Я так думаю, наверное, «Золушка», наверное, делает селфи. Нет. И идет страничку в Инстаграм. Нет, 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 нет. Там немножко изменена, ну, такая сюжетная канва, то есть это связано с, там, предположим, не просто балом, а бал, охотничий бал в Королевском дворце и так далее. Канва остается. Есть «Золушка», есть «Принц», который влюбляется на балу в эту «Золушку», есть «Фея», есть «Туфелька», «Тыква». Все это есть. И еще один спектакль на третьей сцене делает наш главный режиссер Борис Константинов по Шукшину, по такому рассказу для взрослых. Мы первый раз пытаемся сделать на третьей сцене спектакль для взрослых, как жена мужа в Париж провожала. Такой немножко грустный рассказ, но он его тоже, естественно, адаптирует для нашего театра, чтобы все-таки, при том, что там финал такой немножко грустный, он так его хочет сделать светлым. И это будет его уже третья работа на третьей сцене, потому что он работает на большой сцене. Я вас приглашаю опять на Турандот. Спасибо большое. Я обещаю, что мы обязательно будем. А гастроли, гастроли, как всегда, как всегда, мы раз в год выезжаем в регионы по программе «Большие гастроли». Ближайшие гастроли – это тоже «Большие гастроли» программа. Такая программа – поддержка русскоязычных театров в странах ближнего зарубежья. Мы были в Молдавии, в этом году мы едем в Узбекистан, в Ташкент, в Самарканд. И потом в конце ноября, в начале декабря у нас очень большие гастроли в Италию по программе «Русские сезоны в Италии». Мы покажем в нескольких городах наши спектакли, необыкновенный концерт и «Волшебная вам паладина». Уезжать, я так понимаю, практически вся труппа каждый раз, нет? То есть спектакли будут продолжаться в театре? Обязательно. Это было задано еще Образцовым. Он как бы говорил, у нас в театре две группы. Одна группа уезжает, а вторая работает. При том, что они уезжали на 3-4 месяца тогда. Сейчас, если выезжают на 10 дней, это уже считается хорошо. Поэтому здесь полным ходом будут идти спектакли обязательно. Уезжают два спектакля. У меня обыкновенный концерт и «Волшебная лампа Алладина». Но с планами на следующий год все-таки Турандот отвезти туда. Я думаю, все у вас обязательно получится. Ирина Леонидовна, я не могу хотя бы 3 минуточки не посвятить вашему замечательному, талантливому сыну Борису Корчевникову. Конечно, все сейчас прекрасно понимают, о ком идет речь. Это и ведущая программа «Судьба человек», и вот теперь и генеральный директор, и продюсер православного телеканала «Спас». Я, честно, восхищаюсь как телеведущим, и, конечно, как вот теперь человеком, который отвечает и руководит таким большим каналом. У вас остается время принципиально, что следит за карьерой сына, за программами из нас, за героями? Нет, естественно. Я иногда в интернете смотрю его программы. У нас и общение же сейчас очень резко уменьшилось, потому что все субботы и воскресенья все занято, он работает, он уходит в 10, в 11 и возвращается в 3, в 4 часа, потому что он не может что-то оставить, если он снимает программы «Судьба человека» и в этот день не прийти в 9 вечера или в 10 вечера на канал «Спас», он не может. Когда я ему задаю вопрос, ну, у тебя же замечательные помощники, я кого-то из них вижу. Команда хорошая, да? Замечательные ведущие пришли, замечательные. Все. Нет, мы много запускаем сегодня новых программ, я должен быть, я должен быть в процессе, я должен смотреть за монтажом и так далее. Ну, что я могу сделать? Он взрослый мальчик, личной жизни никакой, могу сказать. И советы ваши, Ирина Ленина, ваши советы как-то он воспринимает или ни к чему? Ну, сейчас, я думаю, уже он сам способен себе дать совет, но тем не менее, если я что-то вижу, я ему говорю, он слушает. Ну, он взрослый, правда, уже мальчик. Взрослый, надо сказать, успешный, потому искренне хочется пожелать ему, пусть складывается успешная работа и личная жизнь, пусть налаживается. Нет, личной жизни никакой. Здесь всему в свое время, наверное. Ну, как вы считаете? Можно было бы немножко и подумать о личной жизни, но ему некогда. И он очень устает. Время такое, мы с вами все устаем. Все устают, да. Да, я думаю, что... Ну, вот у вас, вы, если целый день находитесь в студии и так далее, все время разговаривать, все время общаться, разные темы, соответствовать, все, что... Это же тоже очень трудно. Спасибо вам за понимание, Ирина Леонидовна, дорогая. Спасибо за понимание, спасибо за вашу работу, за вашу любовь к своему делу. Это видно, это читается в глазах, это слышится в вашем голосе, и самое главное, что это видно в ваших поступках, в тех событиях, изменениях, которые происходят в Театре Образцова. Я желаю вам огромное количество зрителя. Пусть не хватает мест в зрительном зале, приходится добавлять стульчиков, ну и, конечно, новых интересных постановок, больше гастролей. И обещаю, что с великим удовольствием приду, я отзовусь на ваше приглашение. Спасибо вам большое. Я вас буду ждать, приходите. Спасибо большое, друзья. С 5 по 14 октября я напомню, что пройдет 9-й международный фестиваль Театр Кукол имени Образцова, посвященный Году культуры и сотрудничества независимых государств. Очень много интересных участников, гостей посетить нужно. Так что все отправляемся в Театр Кукол Сергея Образцова. Еще раз спасибо, Брюландия. Спасибо. Программа «Лучшее в стране». И вам спасибо. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ».